Честный вопрос задает Валентина Александровна, наша зрительница из Краматорска. Возможно ли, что кандидат в президенты США откажется от участия в дебатах? После этого первого дебата, и вот буквально даже сегодня я с коллегами говорил, сегодня, что такая возможность есть. Уже буквально несколько часов после окончания этих дебатов, Трамп начал кричать через Твиттер и через другие свои каналы, что микрофон, скорее всего, был как-то подкручен в пользу Хиллари и против него, что ведущий задавал вопросы, специально подыгрывая Хиллари и так далее. То есть, может быть, даже речь идет сейчас о том, что он подготавливает почву для отказа участия во вторых дебатах. Потому что абсолютно очевидно, что он не набрал очков в этот раз. Ну, здесь важно уточнить, существует ли в Америке закон, который обязывает кандидата принимать участие в дебатах? Были ли в прошлом случаи, когда кандидаты в президенты США отказывались от участия в дебатах? Абсолютно добровольная инициатива. То есть, он мог и в первых не участвовать в дебатах. Но, тем не менее, вроде бы всех всегда участвуют. Или я путаю? Все участвуют. Последние, на самом деле, после этих дебатов, о которых вы говорили в сегменте с Матвеем, Никсона и Кеннеди, были еще дебаты, пару, если не ошибаюсь, в которых отказался участвовать кандидат. То есть, это имело место. Но уже начиная с начала 70-х годов, таких прецедентов нет. Ну, я знаю о том, что Рейган не участвовал в двух дебатах из трех. Да, и участвовал в третьем гандидате. Но зато участвовал в последнем решающем раунде, где просто размазал Картера. Картера, да. Знаменитая его реплика, когда Картер несколько раз настойчиво, я бы сказал, с некоторой долей занудства, начинал опять и опять говорить о том, что Рейган выступает против той программы реформы здравоохранения, которую продвигает Картер. И в какой-то момент Рейган сказал... There you go again. Ну, типа, ну опять ты за свое. There you go again. Ну опять ты за свое. И он сказал это так артистично небрежно. Уверенно и вальяжно. Уверенно и вальяжно, что зал грохнул, да, и все опять-таки стало понятно. Кто следующий президент. Ну, кстати, потом он через паузу объяснил, что, слушайте, там есть масса других моделей реформы здравоохранения, я выступаю против той, которую продвигает Картер, но есть и альтернативы, которые я поддерживаю. Так вот, такого момента, Евгений, вот тоже было отмечено, и были эти параллели. Сейчас обсуждаются различные параллели. Такого момента в этих дебатах не было. А почему? Потому что Дональд Трамп переписал правила вообще политического дискурса. Сказав и наговорив кучу того, что он наговорил, ничего сейчас, что бы он сказал на дебатах, не может быть использовано против него в такой степени, чтобы можно было признать эти дебаты абсолютно или проигранными, проигранными или выигранными. Николай из Одессы спрашивает.